У меня такое впечатление, что там, где здесь гиммл написано, I'm a real love you, да. Сейчас я только возьму эту самую палочку, может быть. Переделали в очередной раз. Ну хорошо, все, запись у нас есть. Мы продолжаем разборы комментариев Равина Одиннадцатого Зальца к главе Микец. Соответственно, для того, чтобы посмотреть начало, посмотрите в плейлисте, в котором все записи, вы увидите начало этого занятия. А мы продолжаем с того места, где мы остановились. Все, давай, я тебя слушаю. Гиммель. Да. И сказал ему Ягуда, и идет пояснение Штейнгальцам. Да. Шеа фаль пи шеа я бно рви шельяков. То есть сказал Ягуда, даже несмотря на то, что он был четвертым сыном Якова. Ну да, он взял право, да. То есть как бы он взял право, ну, встал речи. Хотя, в общем-то, он был не по сути, как это было принято в те времена. Да. Окей. Кварб из Ман Мехират Йосеф Боу Левитуй Ман Ги Гуто. Боу Левитуй Ман Ги Гуто. Да. Боу Левитуй Ман Ги Гуто. У Мама До. Ну да. Значит, еще уже с времени, или во время продажи Йосефа. Да. Пришли к пониманию. Ну, как бы обнаружились, выразились как угодно. Да. Битуй – это выражение. То есть, нашли свое выражение. Да. Ну, тоже нашли свое выражение. Да. Его управленческие качества. Ну да. Понятно, что вот здесь – это множественное число. А множественное число – это с одной стороны Битуй, а с другой стороны Ман Ги Гуто. А, нет, слегка. Ман Ги Гуд, а с другой стороны Мама. То есть, нашло свое выражение. И его, как ты правильно сказал, управленческие качества, скажем так, на современном русском языке. И его положение, в смысле, наверное, его статус среди других братьев. Поэтому, как бы считалось нормально, что не знаю, что он четвертый. Тем не менее, он берет право речи и говорит. Окей? Слушай, да. Я читаю. Такое впечатление, что мы это уже читали. Читали? Ты читаешь? Да. Ну, я не проще еще раз это. прочитать. Ну, да. Давай, может быть, мы сейчас искать, где мы точно остановились. Ну, где-то здесь. Окей? Да. Читай дальше. Да, да. Кимамадо Шек Бахур. Да. Положение его, как первенца. Правильно. Лемор Эд Ид Бану. Ну, то есть, говоря, свидетельство, свидетельство. Ну, за свидетельство в нас дословно. То есть, как бы, ну, в общем, грубо говоря, твердо сказал нам. То есть, за свидетельство сказал, дал такого свидетельства. Сказал, сказал очевидно. А, вот он так и поясняет. Это АТА, да. АТАРАБАНО или АТАРАБАНО. АТАРАБАНО, я думаю, да. И ТРЕЯ – это АТРАА – это предупреждение. Например, там сейчас ракеты и все прочее – это основная тема дня. Вот, например, АТРАА МУКДЭМЕТ – это как это не преждевременное предупреждение, то есть, которое предшествует чему. АТРАА – это предупредил нас. Да. Понятно. АТРААБАНО, МЕФУРАШЁТ. 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 А, вот Аня пришла. МЕФУРАШЁТ – это, ну, дословно, это подробно. Ну, то есть, просто сказал нам конкретно, ясно и понятно. И поэтому слово – это ИИТ. То есть ИИТ, то в смысле, что он нам… А, вот. Совершенно однозначно сказал нам. Хотя слово ИИТ МЕФУРАШЁТ имеет в виду как бы прокомментированного. В данном случае, это больше похоже на действительно… Совершенно однозначно он нас предупредил. Окей. Ань, мы начали читать вот с этого места. Похоже, мы где-то здесь остановились. Окей? Ты с нами? Да, Ань. Ань? Да, да. А, окей. Ну, мы как бы начали читать, хорошо? Совсем только начали. Да. Только с ГИМа начали буквально одну минуту. Ну, давай дальше. Да. Да, продолжаю. Ань, слушай, у меня такое стойкое впечатление, что мы это уже читали. Если заметишь… Я могу, конечно, посмотреть плейлисты, точно где мы остановились. Я читаю, думаю, Аня вспомнит. Ну, да. Да. Адони арец ламор лор, лоттиру панай. Да. В общем, господин земли говорил, да, не появишься перед моим лицом. Но как бы не увидите больше лица моего. То есть как бы нечего приходить встречаться, такая идея. В лёд ухлулик нотка товар. Не смогли купить там ничего. Нет, и не сможете только. Он им говорит о бессмысленности прихода без того, чтобы они купили младшего брата. То есть как бы меня не увидите и ничего купить не сможете. То есть нет никаких вариантов. Бельти, эле им хэн хи хэм и е хэм. Да. Ну то есть бельти едва ли. Бельти без того, чтобы. Ну вот как бы длинная русская без того, чтобы это бельти. Без того, чтобы брат ваш был с вами. Ну да, ты видишь, на иврите это и есть без того, чтобы. Это эле им хэн. Это вот и есть без того, чтобы. Понимаешь? Но в одном слове слово бельти в данном случае технологически очень короткое. По-моему, Сара говорит тогда, когда она слышит, её почему-то смеялась. Она там за шатром слышит, известно о том, что родится через год сын. И она пытается. Там, по-моему, тоже стоит вот слово. Можете править бельти льёт ли. Что-то такое. Да. Там тоже стоит слово бельти. Мне так кажется. То есть это слово, которое употребляется. Сейчас, по-моему, гораздо меньше или вообще нет. Окей. Бельти апикем ахихем слиха и ехем. Да? Ну да. Если ваш брат был с вами. Ваш брат был с вами, да. Окей. Дальше. Да. Улихен. Да. Им ешха мешалек кет ахину и тану. Да. И поэтому только если сможешь послать... Ну только, понимаешь, если ты нет. Тут как бы нет-нет. Если ты нет, то и мы нет. Ну да. Имейте в виду Бениамин. Ну да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я говорю, понимаете, я просто чуть-чуток повторяю то, что было сказано. Там был довольно такой, если можно сказать, дурацкий разговор. Дурацкое предложение Рувена. Который сказал, что убьешь моих детей. То есть, как бы вообще, зачем убивать? Какой в этом смысл вообще? Понимаешь? Потерять Бениамина и потом еще... То есть, ну, бессмысленное было совершенно. А Иуда ему говорит, Тахлис, поэтому и говорил здесь в начале, что у него был особый статус. И у него был особый, как бы, кавод, который у него был, у братьев. И у отца. Он им сказал, Тахлис, если ты его с нами не пускаешь, мы не спустимся. Это бессмысленно делать просто. И все. Окей. Киаиш. Да. Нет. Дальше. Нерда. Нерет Лемицраем. Да. Вениш Бера. Леха Охель. Да. То есть, мы спустимся в Мицраем. Да. И запасем тебе еду. Да. А, я перепрыгнул. Да, 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 да. Ну, вот тут Ешха, это наоборот. То есть, ты да. Тоже сейчас так не говорят. Инха да, а Ешха такого нет. Да. Ну, а тут как бы это позитивно. Если ты, да, отправляешь с нами этого самого брата с нами, да. Окей. Тогда что? Нерда. Да. Почему этот гейт? Почему этот гейт? Понятно, почему этот гейт? Ну, вообще не очень. Ну, я тебе скажу, почему. Потому что стандартно, когда говорят о векторе передвижения, да. Либо добавлять эл. Например, когда говорят, что делает Алью в Израиль. Правильно? Можно сказать, у Алла Лей Исраэль. Но более красиво сказать, у Алла Арца. То есть, просто присоединяется гейт. И этот гейт, по-видимому, ну, как бы, это от женского числа страны. В данном случае, это гейт от Мицраем. Это не место? Наверное, если мы спустимся вне ее. А, ну, вот так вот. Хорошо. Вот как раз Сензальц это и говорит. Да. Ладно. Так. Читаю гейт. Вейм эйнха мишалээх лонэрет киаиш амар алейну лётир у панай бекти ахихэм и тхэм. По сути, повторяется. Ну, да. Если не отправишь, не спустимся. Потому что человек сказал нам, не увидите лица моего без брата вашего с вами. Ну, да. Единственное, что можно добавить, что, конечно, тхэ это говорит, что он не человек, а по-русски это больше тот человек сказал. Потому что это как бы определенный артикль, поэтому он имеется в виду, что именно тот человек. То есть он не знает, как его зовут. Может сказать, что это вот тот, который воспринимал, а тот человек, по которому они говорят. Окей? Ну, хорошо. Аня, хочешь читать? Да. Давай. Да, мы это читали, я вспоминаю сейчас. Послушай, вот я сейчас стою здесь, хотите, могу нажать и просто точно кликнуть в конце видео. Нет, ну это как бы не суть. Но еще раз прочитаем, ничего страшного. Ну, я могу кликнуть. Нет, я тоже помню, но ничего страшного. Да, нормально, читаем. Вот у меня стоит на гэй в конце эй. А, да, гэй. Ну, ладно, читаем, читаем. По-моему, по-моему, очень рядом здесь. Ну, хорошо, ладно. Нормально. Так, воюмер шуф Исраэль, Яков. Лама, хара, рэотэм, лі, лэ, гид, ла іш, аот, лахэм ах. Ну, да. Лашэм, вот этот вот лашэм, а ласам, ма сі партэм ло, ше еш лахэм ах носэв. Да. Лахэви баках эт ацара азот. Ну, да. Сказал им Яков, ну, Исраэль Яков. Зачем же вы к моему горю, моему, типа, добавили мы мне еще зла, что сказали человеку тому, что есть у вас еще брат. Что есть у вас брат. Подожди, вот это вот ламы и ротэм ле... Ну, ламы и ротэм ле... Ну, сделали мне зло, как бы, участь. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Зачем мне тут сделали еще такую бяку, что сказали ему, что у вас брат есть? Что вообще было рот-то раздевать? Ну, да. Ну, да. А... Сэпартэм лошэ еш лахэм ах носэв. Ну, да. К чему рассказали ему, что есть у вас еще дополнительный брат. Ну, да. Я думаю, что психологически росла такой. Яков понимает, что то, что говорит Иуда, это однозначно тахвис. Это то, что надо делать, других вариантов нет. Он говорит ему жестко и понятно. Но он, я не знаю, по-старчески, по-отцовски. Он пытается еще как-то... Ну, это какой-то Станг он называется. Дибур Станг. То есть он... Это не тахвис. Это ничего не может приезжать к нему править. Он просто к нему взывает и говорит... Видимо, что здесь он не соотносится с тем, что говорит Иуда. Он не говорит ни да, ни нет. Он пытается как-то и себя отбить и продолжить эту линию. Он говорит, ну, зачем же вы ему сказали? Окей. Так. Лахави, бахах, отцаразут, чтобы принести мне еще вот эти вот страдания. Ну, да. Привести на меня, привести мне. Ну, то есть, да. Как бы, да, да. Да. Ваямру только. Ваямру. Они все ему отвечают. Ваямру. Шааль, шааль. Аишлану. У лэ молатыну. Да. Значит, сказали, спрашивал нас человек о нашем родине, о нашем происхождении, что-то такое. Ну, да. Ну, как бы, тот человек не просто так спрашивал нас о наших... Я думаю, даже, знаешь, даже не просто так, а в том смысле, что он... Они ему говорят, что если бы он нас спросил в лоб, у вас что, есть брат? Они бы, может быть, и не сказали. Но он-то им подставил ловушку, он сделал хитрую такую штуку. Он начал издалека. Не просто так, не сразу, не просто. Ну, да, да. То есть, если бы он их ошарашил, они, может быть, и нашлись бы. А он их развел. Да. Не попросту спросил. Да, 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 да. Тхила Сухах Сухах Итану сихах лалит Ну может быть Сухах я думаю У ваша аль алейну В аль молотый Значит он с нами Такую как бы общую Завел туда И подошел и как бы подвел Подошел, подвел вопрос О нашем родстве О нашем произведении Про нашу родину Нашу родину Аль алейну спросил про нас И про нашу родину В иньяно Нет, слегка, слегка Анину А мы ответили Анину ло лэфи Томану тумэйну А мы ответили ему попросту Отвечали ему попросту Да, да, по наивности Да, да, правильно Так Улам бэмалих Не слегка Просто бэмалах 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 А хакера Шаалэмор И в процессе Этого исследования Изучения Ну хакера Это облегаследование Ты сейчас Это слово вполне в полиции Везде хакера Спросила Спросила Хаот У него были свои причины Это узнала Ахмэ Ахмэ Хинатэм Зу Ахмэ Хинатэм Хинатэм Ахмэ Хинатэм Зу Айташ Алла Тавид 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 Туда-сюда Ну да После того Как рассказали ему Что есть У них Есть у них Еще А что они Дети одного отца Ну да Они все сказали У нас один отец Поэтому он сказал А У вас у всех Дети одного отца Ну а как он поживает Да А вот значит Вот вопрос Собственно А есть ли у вас Брат И вот что он спросил Есть ли у вас брат И рассказали ему Эти вот слова Вот эти вот Сказали ему Эти слова Что это такое А это его вопрос Это вопрос Кардинальный вопрос Да И вот вопрос И вот собственно вопрос А есть ли у вас брат И рассказали ему И мы рассказали ему Альпи вот этих вот слова Вот эти слова сказали Что брат Действительно есть брат Да Так Вэйнэну И нэнуло Опять анину Просто анину Анинуло Бээтэм Лэшалута Как бы отвечали ему Соответственно С его вопросами Ну да По его вопросам Мы отвечали Да Яду Не да Как бы Знаю Ужнавал Не Разве мы знали А вот так вот Гэй Гэй Перед глаголом Перед глаголом Привращает его Знали Знали ли мы Аэм Знать бы нам Вот да По русски Знать бы нам Разве могли бы мы предположить, что он нам скажет? Да, лаот аль даатоид и сегодняшнее выражение вполне. Лаот аль даатоид значит представить себе. Вот по-русски представить себе. Могли мы себе представить, что он там скажет? Ну да. По виду это ахихам. Приведите мне вашего брата. Кто мог думать, что он скажет такую вещь в Ахте? Илу. Это просто пель. Лэшка-эр. Борисаря это представляет приблизительно. А, шеарену. Нет, илу шиарну. Илу шиарну. Илу шиарну шейдрош дриша зу. Разве мы представляли себе, что он такое потребует от нас, такое требование. Быводай хаину низарим. Низарим. Были бы мы осторожны. Мы, конечно, были бы осторожны, если мы могли себе такое представить, что он нам скажет, давайте тащите его сюда. Ну, конечно, мы бы не сказали этого. Но мы, надо же, предположить, такого не могли. Ну, вот это они отбивают вопрос. Так вот, нам сегодня Иван присоединился. Привет Ивану. А Ивана... Да, Натан, если можно, я бы сегодня хотел послушать просто. Нет проблем, да, как угодно, да. Все замечательно, нет проблем, все. Тогда слушать, пожалуйста, можно задавать вопросы, и все. Вести себя не тихо, это вполне приветствуется. Ну, хорошо, мы тогда под одним кусочком будем, да, Тимофей? Переходим к тебе. Да, я тут. Давай. Сказал Иуда, возвращаясь к Израилу. Нет, шу в смысле снова. Шу в смысле снова. Снова. Израилю, отцу его. Да. Так, в манере... Можно сказать, да, да. Энергичный такой. Ну, решительно ему сказал. То есть он сказал то же самое, только в более остром. Ну, конечно, он понимает психологический. Отец старый. И он как бы, ну, он так грубовато вообще прорывает старческое... Так можно сказать, не хорошо по-русски это звучит. Ну, во всем же такое мягкое, старческое, там, где говорит, ну, вот у меня сын, ну, зачем? Ну, это все как бы... Не знаю, но ведь это называется ля-ля-ля, может быть, по-русски тоже. То есть это как бы пустые разговоры. Он ему опять говорит, так ли, послушай, нечего разговаривать. Либо так, либо не так. Все. Жестко ставит вопрос. В конце концов, он его убеждает. Да. Что он говорит? Отправь юношу со мной. Да, посылай просто, посылай его с нами. Со мной, да. Сликать, со мной, да. И встанем на куму? Да. В таком смысле? На куму, да, встанем и пойдем просто, и все. То есть он ему так говорит, давай, Бениамина, мы тут же выйдем в путь. Все. Хватит разговора. Да. И будет жить и не умрет. Не, мы только. Он ему говорит, ничего, говорит. Отправляй его с нами. И мы выживем, и не умрем. Голод. Нечего делать просто, и все. Сейчас выяснять, как это произошло. Ага. Кто? Мамаши, это важное слово сегодня тоже. Мамаши, это конкретно, реально. Кто не умрет? Будем жить и не умрем. Кто? Как мы. Как ты. Как наши. Да, и мы, и ты, и, да. И те, дети, и детишки. И наши дети всегда. Да. Почему? Ша. Ну, это объясняет. Что это означает, да? Ша. Ре, мы цукаты. Мы цукаты, но мамаши. Реально нам плохо, но реально у нас страдает. Ну, да, потому что наша, как бы, нужда, или, как бы, то, что мы претерпеваем, и наше бедствие, скажи, как угодно. Мамаши, оно реальное, это непридуманная ситуация. Окей, то есть, тахлис, надо что-то решать, иначе мы все умрем. Да? Окей. Что такое тахлис, если хочешь? А, тахлис – это одно из самых распространенных выражений в современном иврите. Ну, я думаю, наверное, это правильно, что это перешло с ашкин-азита, где «т» превращается в «с». Тахлид – это еврейское слово. В смысле, еврейское. Тахлид – это план. Ну, а тахлис – это то, что по-русски вытас конкретно. Поэтому он ему говорит тахлис. Конкретно. Конкретно, да. Тахлис – это конкретно. Когда человек много чего говорит, ну, типа, как Яков, да, и это, как бы, не отвечает на реальные запросы, тогда его собеседник ему говорит, тахлис, что надо делать? Все, как бы, разговоры в сторону, тахлис, что надо делать? Окей. Дальше. Улыбасов. Улыбасов у махтиох. Да. И, в конце концов, он обещает. Ну, да. То есть, я поручусь. Да, я буду поручителем. Да. А реф – это поручитель. Не знаю, почему это с органом связано. По-моему, никакой связи нет. Да? Ну, вот известное выражение, знаете, в Кирке, а вот «коли сраля рвим за лазе». Все евреи, они, как бы, отвечают друг на друга. Более конкретно к нашей реальности, когда человек берет что-то, суду в банке, как называется, при нас такого слова не было, и как называется «машкант» по-русски? Это ипотечная суда. Это ипотека, ипотечная суда. Если человек, не дай бог, не может платить, то, соответственно, банк автоматически обращается к РВИ и начинает с ним взимать. Окей? Так что это вполне, как бы, сейчас реальное слово. Окей. Я буду гарантом по возвращению. Мне кажется, вот я сейчас продумал слово «ареф», это слово, вот это уже похоже, «лайтареф». Лайтареф – это вмешиваться, и отсюда же слово «эрф». «Эрф» – это в смысле известно, это перемешивание коктейль, света дня, темнотой ночи, и это как бы сумерки. А вот «ареф», наверное, тот, который вмешивается в процесс, и поэтому он как бы гарантом выступает. В этом есть какая-то логика. Окей. Что это означает? Да. «Мияди, ты вакшэйну, без руки моей затребуешь». Ну, тебя будет объяснять это, да. И им ло авиотиф леха в ицактив тефанеха в хатати леха коль а емим. Да. Так, если не приведу к тебе… Ну, в обратном смысле, да. …не ицактив. Ну, а цага представлю. Представлю тебе его. Не представлю перед лицом твоим. Грех мой перед тобой все дни жизни. Нужно охатать, и буду я… Грешен я буду. Грешил я для тебя. Ну, так по-русски, да, согрешил я тебе все дни жизни. Ну, это будущее время, это же переворачивающее время. Да, правильно, да. Значит, буду виноват я. Да, правильно. Да. Правильно. Да. Хатэй ло ем ха ло лам. Да. Ген бэймэй хаэй ген лэхар шэ эмот. Амут, да. Так. Грех ло не ло ем ха. Не сотрется. Не сотрется. Никогда. Да. И как в жизни, как в дни жизни, так и после смерти. Ну, не как при жизни, не так после смерти. Ям ха я – это при жизни просто, правильно? Это все объяснение слова, значит, что это означает коле-ямин. Коле-ямин имеется в виду дни жизни и дни смерти. Вот это вот коле-ямин. Парафразы на пасхальном году будут рассказывать коле-ямин. Потому что коле-ямин, это я-ямин были. Правильно. Здесь то же самое. Окей? Ну, хорошо. Давайте параграфуем до конца. Ки-Лу-Ла. Ки-Лу-Ла. Ит-Ма-Ма-Эйну. Да. Адахшав. Да. Мишу, шета, сирвет. И сиравта. Сиру, СРФ – это, ну, на суровей аллея были. Отказывался. Ну, отказанность, если бы ты не отказывался, да. 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 Так, переводим. Ну, так довольно жестко говорить. Уже больно, даже, может быть, грубо. Да. Лу-ле. Ну, лу-ле и в современном зрителе тоже говорят. Немножко литературный, по-моему, такой. Если бы не. Вот в одно это слово, как там было бельти, вот теперь такое же слово ну-ле. Ну-ле – это если бы не. То есть не люлей, да? Если бы. Что-что? Это не люлей. Не понял. Проехали. Да, шучу. А, ну, хорошо, я тоже не понял. Да. Так. Если бы не. Ит-Ма-Ма-Эйну. От-Мя-М. Ит-Ма-Мэ. Ит-Ма-Мэ, ит-Ма-Мэ, но. Ит-Ма-Мэ – это мешкаться. Ну, это как-то, да. В тринадцати принципах храма мы-то. Ну, правильно, да. Ну, да. Хотя у меня, хотя у меня, хотя у меня замедляет. Смотри, вообще задерживаться. Но тут как бы это задерживаться, к слову, когда это все-таки более физическое, то задержался на пять минут. Ит-Ма-Мэ – человек ни туда, ни сюда. Но, по-моему, по-русски замешкаться – это очень близко. Мешкаться. Я скажу, что мы уже там сильно замешкались со всеми этими разговорами. Ну, вот. Да-да-да-да-да-да. Это он, наверное, по-русски говорит. Если бы мы не копались бы, то… Ну, если бы мы не мешкались, не копались, не там, где как угодно. Понимаешь? А дальше, а вот до сегодняшнего этого. Да. Мишамша, это до того, что ты запретил… Из-за того, из-за того, что это… То, что ты запретил отправлять его. Ну да, потому что ты отказываешься его отпускать. Тут мы тут мешкаемся вообще, торчим просто так. Почему? Потому что ты его не отпускаешь. Нам немного грубовато говорит вообще. И что дальше? Поэтому мы не… А мы не очень понимаем, что мы не давили. Ну, то есть мы как бы настойчиво не просили. Как вот я сейчас… Я сейчас имею в виду, что я сейчас еуда, а не лохец. Лохец – это я на тебя давлю. Это очень распространенное слово в современной ловите. В разных вариантах. И в Паале, как вот здесь, лохац. И в Эфиле. Например, аль-тиль-хац. Когда кто-то от кого-то просит и говорит, ну давай там иди уже сделай все. Ему вот человек может сказать, аль-тиль-хац. Значит, не дави на меня. Вот буквально русское не дави. А с другой стороны, нефаль тоже вполне… Когда говорит аль-тил-ахец. То есть не продавливайся. Вот, пожалуйста. Ну, получается, здесь две причины, почему замешкались. Первое, что Яков не разрешал отпустить. А второе, что они не давили. А второе не давили. А я вот сейчас тебе это резко. Поэтому дело дошло до того, что мы умираем с голоду. Я тебе сейчас это говорю просто напрямую и совершенно откровенно. Тахлис, да. Киата. Тогда вернулись бы… Ну да, мы уже два раза сгоняли туда и обратно. Киата, Шабл, Зепамай. Мы бы уже вернулись два раза. Но вернулись два раза по-русски не звучит. Но типа того, что сходили. Окей. Ну да. Уже смогли бы спуститься в Мицераем и вернуться. Ну, я не знаю, что говорить, как можно один раз спуститься и два раза вернуться. Ну, в общем, некоторое образное выражение того, что мы как теряем время. Такая помощь. Дважды пойти и вернуться. Ну да. Ну как? Невозможно один раз спуститься и два раза вернуться. Как бы. Каждый возвратно, а каждый спустит. Ну, как-то так сказано. Неважно. В общем, идея в том, что, в общем, Тахлис, надо идти, а ты нас задержишь. Окей. Ну хорошо, Анна, читаешь. Войомер. Так. Войомер. Алейхем Исраэль Авием. Им кэн эфо. И говорит Исраэль Отец его. Если так, ну, в общем, если так уж и так. Ну да. То есть все, понял. Вот на этот. Да. Микиван шэйн брира. Поскольку нет выбора. Да. Зотасу. Ху мазимрат. Вот сделайте так. Возьмите, ну, тут в переводе написано, из плодов земли. Ну да, земрата, аратс, это вообще, да, такое выражение есть. Это как бы из лучшего, что есть в стране. То есть возьмите, вот, как это сказать, не излишки земли, а чем прославилась земля. Ну вот земрата аратс. Отборных. Отборных, да, как угодно. Ми тнувата, тнувата, мы шубахат, мы шубахат, мы шубахат, мы шубахат, мы шубахат, да. Урожая земля, да. Урожая земля, шаля аратс. А беклей хэм, ну, как бы, в сосуды ваши, ну, какие-то... Мешки в эти сосуды, да. Мешки, да. Воридула иш минхай. Привезете человеку тому в подарок. Ну да, вот здесь видно, что, как бы, я-то все. Вот то, что сделал Иуда, он, как бы, психологически очень правильно. Он просто психологически, как бы, все, поставил его в тупик. Да, что-то. Матана, тухэль... Тухэль, не, ну, просто тухэль. Тухэль, да, лэ рахах, лэ рахэх. Лэ рахэх, смягчить. Лэ рахэх, смягчить. Гамет, лебам, шэля нашим, рамэй, вот это вот интересное, рамэй маала. Интересно. Ну да, высопоставлено. Подарок сможет смягчить сердца, а нашим рамэй мала. То есть, высокопоставленных людей. Ну да, ну, то есть, как бы, да, подносы, так всегда было. И самый бакшиш, как это называется, да. Ияков, эци, лешлоах, лэ адуни митраем, мин агдаля, агадоль бэкнаан. Так, значит, Ияков, агдаля, ци, это как это, а предлагает, предлагает. Предлагает отправить господину хозяину Египта из, как бы, гадоль к нам, самого большого... Ну, гадаль не очень понятно, ну, понятно, что это слово гидулей. Может быть, вырежет. Идет, может быть, гидулей бэкнаан, ну, ми, ми на гадаль бэкнаан. И с того, что... Произрастает, произрастает. Да, да, да. А, вот дальше еще продолжение, да. Ино, мацуй, бамитцраем. И того, что нельзя найти это самое... Ну да, то есть, бессмысленно в Грецию ввести грецкие орехи. Правильно, так, такое... Чего в Египет ввести, что там есть. Ввезите то, чего там нету. Тогда это для них будет, как бы, ну, бонус такой, да. Окей. Так, бэмитцари, ну, там писано немного какого-то бальзама. Ну, да, боссом. А боссом мой, это боссом, да, благовония. Благовония, да. Блабальзама. Так, от труфа, ховка, ховка, аскемат, рака, бэмика, эрден. Так, вот труфа. Да, ну, в общем, какая-то штука, которая произрастает только... Труфа – это даже лекарство, наверное, я имею в виду. Труфа лекарство. Это не только для того, чтобы... Труфа, труфа. Которая... Уфка – это производство, это тоже современное слово. Очень важное, кстати, слово. Знаете, слово «увка». Например, режиссер называется «Мэфик». Тот, кто... Даже, может быть, не... Как это? Бамай, по-моему, «Мэфик». Или, может быть, даже... Как это по-русски называется? Не менеджер, а который... Продюсер, да. Вот продюсер – это «Мэфик». А уфка – это тоже, да. Лафик, Лафик – это что-то производить. Да, ну, и вы знаете, что выражение, например, то мудическое. Ну, и, может быть, измешны. Навкамина. Навкамина – это... Какое практическое следствие? Это все-все-все отсюда. Да, поэтому это важное слово. Хорошо. У нас лекарство производится, аскемат, практически только в долине Ирдена. Ну, да, то есть в Египте этого нет, да. Что-то такое хорошее. Омаэт дваш. Да. А неход. Какого-то меда. Да, или тмарь. И, может быть, они тоже называются. Так, а мед наход. Так, немного меда. Так, и... Ну, что-то, мне кажется, объясняют, что это тоже псамин. Самим, вот, вот, тоже какой-то бальзам. А темурот... Тимрук. Тимрук – это мазюкалки. Косметика, косметика типа. Ну, мазюкалки, да. Тимрук имет. У нас в Эстер было. Притирание, протирание. Ну, косметика. Кстати, марак, вы знаете, что такое? Марак, я знаю, сколько. А, ладно. Суп какой-то. Правильно, суп. Точно, потому что он разливается, наверное, тимрук, да. Наверное, отсюда же, я не знаю, да. Тимрук – это мазюкалки, да. Так. Ботнин, но современная ботнин – это как это называется? Арахис. Фисташки. Тут написано фисташки. А, фисташки? Ботнин, по-моему. Какие-то орехи, короче. Ну, арахис. А нет, ботнин – это что такое? Ну, не слышу, ладно. Ну, подойдешь и скажу, по-моему, это арахис. Так. Ну, ботнин – очень-очень все любят это, да? Окей. Да, ничего не знаю. Перот, этс, аэл. Сейчас скажу. Так, ботнин – перот, этс, аэлла. Какое-то дерево, плод какого-то дерева. Ну, там тоже говорит арахис. Да, ну, это курина. Арахис – это земляной орехи. Да, ботнин – арахис, да. Аэлла, интересно, я фотографировал рассвет на горе, которая рядом с Бетшемишем. Вот, и она тоже называется Аэлла. Так что, может быть, действительно, тут вот эти вот деревья растут. Какое-то дерево, хорошо, бог с ним. А, фистуким, пожалуйста, вот написано фистуким. Фистуким, а, ну вот, фистуким, все про фисташку. Аменохим, анехоним, хайома, фистуким, который сейчас, значит, фисташку. Нахоним – это называется. Называется, да, фисташку. Вот тут уж. Перот. Эле. Нахшувим. Нахшувим. Машовхим. Не, мышубахим. Машувахим, так, и, значит, фрукты эти, как бы, считаются. Але. Машувахим – это я не помню. Не, ну, подожди, что такое шевр? А шевр – это… Восхваляемые, достопочтенные. Машалай, намешабэх. Машувахимые. Ну, прославляемые, хотя надо… Такие очень считаются и прославленными, известными. Ну, какие-то очень классные такие, короче. Вейнем, гдулим, бометраемы. И нет ничего, как бы, гадалимы, как бы, лучше. Нет, они не растят в Египте. Они не растут в Египте. Да, это дальше не растут в Египте. Ладно. А мы шкэдим, шааф, гэм, и нам, цумахим, цумахим, бометраем. И шкэдим – это миндаль. Да, точно, да. И диакварах – это что-то там миндальные какие-то там распускают. Тут они сейчас нарисованы, что-то такое. Да, и шеафы, они даже не производят. И они тоже. И они тоже нет. Окей, замечательно. Ну, хорошо, Тимофей, может, ты закончишь? На десерт осталось. Да, да. Так, да. В кесах мишне. Так, и денежка дополнительная. Не, мишне двойная. Двойная. Но он же возвратил, поэтому надо как бы двойную, надо то, что он отдал. И не счет взять, надо то, чтобы заплатить за это. Окей? Вот он, вот этот шкафуль. Скум кесов кофуль. Ну да. Да. Так. Кафуль это... Кафуль это двойное. Да, двойное. Двойное. Это интересно. Да, возьмите денежку двойную. Да. В руки ваши. Правильно. В это кесев, а мушав, б фи, амтехотехем, ташиву бедехем. Амтех, это правильно получается, да? Да, то есть то, что вернули. То, что вернули, и еще плюс к этому. Да, то есть возьмите двойную плату и еще плюс деньги, которые он вам вернул. Да, Машу, возвращенные денежки. Возвращенные, да. Куда? Ну, вот в эти самые... Заплеченные, ну, какие-то сумки. Да, понимаешь, бэйпи, это вот, дословно, это устье мешка. Я не знаю, как это по-русски точно перевести. Ну, там заплечные, с ума там написано. Да-да, ну, понимаешь, это бэйпи, это означает... Дорожная сумка. Вот у тебя мешок, ты его раскрываешь, правильно? Вот то, что сам вернули, как мешка. Как горловину. Ну, горловину мешка, ну, типа этого, да, правильно. Да, ташиву бедехем. Верните в руки ваши? Ну, верните руками вашими, дословно. То есть, грубо говоря, верните, да. Да. Эль-ташхиху, ото. Да. Ки-итхен, шишан, искиру, ото, ви, ядрашу. Идрашу. 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 Да. Из чего не забудьте? Вот этот вот кэссор. Вот этот кэссор. Да. Да, не забудьте его. Ну, да. Ки-итахэн. Ки-итахэн, потому что может быть. Может быть. Лой-итахэн, это не может быть. А кэны-итахэн, это да, может быть. Что он пишет, да. Эль-ташхиху, не забывайте, ото, не забудьте этого или про него. Ну, да. 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 Вспомните его. Что возможно? Ки-итахэн, шан, искиру, ото. Потому что очень может быть, что шан, в смысле Египта, искиру вспомнят. Кого вспомнят? Его. Вот вы видите деньги. Денежку. Вот ту, которую возвратили, да. Да. Вы иду шуху. И передадите. Нет, и потребуют его. А, и потребуют. Идрышу, то, идрышу, это одно слово. Ну, так как бы Штендарь тоже переводит. Пишет тонартическим языком. По идее, должно быть идрышу, то. Он пишет идрышу, идрышу, то. Называется идрышу, получается. Окей? Улай мишгегу. Возможно, ошибка эта. Ну, да. То есть ошибочно вам его вернули. Они же не понимают, какой смысл в том, что ему вернули обратно эти деньги. Да. Лайп китим шагу. Шагу. Шагу ошиблись, да. Бым хом леонех эт акесеф бым хомо ахнисуху лашкихэм им ахбуа шканитэм. Замечательно. Так, возможно, служащие ошиблись. Вместо того, чтобы положить денежку вместо его. Ну, типа все, куда-то, да. Да. Положили ваши мешки. Ну, да. Вместе с тем, что купили. Ну, да. Человеку. Кху. Сейчас, секундочку. Вэта хихэхэм. Это Беньямин. Да. Кху, вы, куму, шуу. Куда шуу. Или иш. Ну, да. Человеку этому. Ну, да. Как-то его можно вернуть. Здесь он там еще не был. Ну, да, да. Они Юсефа называют иш. Он, наверное, не представился им. Они не знают, как его зовут. Ну, да. Он правитель как-то и все, да. Дальше. Вэль шадай и тэнэхэм рахамим лепней аиш. Да. Шадай. Это Всевышний. Вэль шадай – это одно из двух богов. И Всесильный, скажем так, да, Всесильный. И Всесильный даст вам милость перед лицом человека. Да. Вэшлахнахэм эт ахихэм ахэр. Ну, да. Там еще Шимон запертый сидит где-то. И да, и пошлет вам другого брата вашего. Ну, отпустит с вами, пошлет с вами, да. Шимон поясняется. Ну, да. Вэд беньямин, вэд ва ани. Каша. Дальше он жалобно как бы говорит жалобную фразу старого. Каша шахольте шахальте. Ва ани, каша шахольте шахальте, да. Беньямин и я. Так, ну что это шахольте шахальте? Был как одиноким, я был не одиноким. Не, шахольте – это осиротец. Ну, как это осиротец? Ну да, а я как осиротел, так и осиротел. Это очень непонятно. Честно говоря, этот комментарий Равина Штензальс, но мне он как бы не… Мне кажется, интонационно это не очень. Так, ну давай прочитаем. Им? Им? Им. Иера. 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 Иерай. Иерай. Асон мусав. Да. Каре они квар меломат бе асонот. Ну, да. Иера – это произойдет. 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 Вы знаете, иера тоже – это важное слово. Если случится мне такое-то несчастье, дополнительное несчастье, то я уже привык к несчастьям привык. Ну, да. Хотя звучит, ну, а типа того, что говорит, ну, а я уже и так осиротел. Что-то типа этого, да? Не так плохо, и так плохо, и так плохо. Уже, в общем-то, мне, в общем-то… Да, вот слово «ира» – это важно. От слова очень тоже распространенное слово в современах называется «ируим». «Ируим» – это однозначно то, что по-русски называется мероприятие. «Иру» – это мероприятие. «Кара-иру» – это… Ну, правда, по-русски мероприятие – это что-то такое типа культурное, правильное, и спортивное. А на иврите «иру» – это вот и то, что называется событие. То есть, например, «кара-иру» – произошло событие. И это, может быть, и положительное, и отрицательное. Это называется «иру». Или, как говорится, «ируим» и «сукан». То есть, опасное происшествие, вот тоже говорите, «ируа», да? Окей? Да, в общем, если случится в жизни моей ассон, несчастье дополнительно, то разве я уже не обучен несчастья? Ну, аре – это ведь, ведь, ведь я уже… Да. Ведь я уже мелумат, ну, как бы, обучен. Ну, да, мелумат, бас, ну, да. По-русски, так, ну, перевод научен, ну, в смысле, ну, как вот, типа, научен горьким опытом. Ну, привык, ну, привык, короче. Ну, вот что-то типа этого, да. Окей. А что там за рисунок внизу был? Ну, это какой-то из этих самых там руки. Ну, это растение, которое он отправил, там, перечисляет какие-то бальзамы, бальзамы. Да-да-да-да-да-да, что-то типа этого. Это подорожник, в общем. Не подожди, не подорожник, там, вообще-то, мы что бахнем, говорит, подорожник, что-то напираешь. Подорожник, по-моему, клали на царапины в детстве. Ну, да. А ты подорожник, это такая фигня. Ну, подорожник, это такая фигня вообще. И теперь тащить подорожник, это ты загнул. Может, у них там подорожника тоже нет, черт-то знает. А может, у них как раз подорожник? А у них как раз и нет. Да-да-да, натираться подорожником. А у них нет подорожника. Шанель номер пять из подорожника, это русский вариант какой-то. Окей. Ну, хорошо, давайте, что хотите делать, Китсор? У нас были какие-то лакуны по-прошлому. Да. Мы дочитали из этого предыдущего. А вот ты скажи, из чего? Ты можешь сказать, честно говоря? Могу сказать. Ты помнишь, из чего? Помню. Из-за где Квейгаш, который вот Амкула Махшивотеха. Мед Амкула Махшивотеха. Там последний вот этот вот такой как бы абзац. Какая-то пороша, какая-то пороша. Квейгаш. А, молодец. Сейчас, подожди секундочку. У меня тут все распечатано и записано. Это Ханан Парад, правильно или нет? Да, правильно. Контора пишет все. Ваеши. Сейчас, одну секунду. Да, вот Ваегаш все есть. Молодец. Сейчас, да, как? А, вот, молодец. Как раз на этом месте останавливать. Сейчас я вам покажу. Здорово. В жизни бы не вспомнил. Сейчас, сейчас, сейчас. Полсекунды. Сейчас, 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 сейчас. Поделиться. Регион у меня. Окей, видите, правильно? Сейчас я этот закрою. Я закрыл. А вы видите, этот вордус, если ты кончишься, я его побольше сделаю. Да, что-то мелко. Видно его? Мелко, но в нем, но мелковато. Подожди, ну сейчас, полгода секунды. Ну вот так все нормально, вот так нормально. У меня просто распечатано, Тимофей, ты мелко. Не-не, нет проблем. Да, Тимофей, ты видишь, что здесь? У нас осталось вот это, Зарикат Хисун, Дешаре Бакум, правильно? Да, вот это вот, да. Ну это такое, как бы, парафраза на современную действительность. Бакум, сейчас я вам скажу, что это такое. Это я уже написана, база для новобранцев какая-то. Да, это призывной пункт, там, где, ну даже не призывной, лишь как ГИЛС, это призывной пункт, там, где как бы оформляется все. Курс молодого бойца или... Ну не совсем, Бакум, это когда просто вот в первый день человек, первый день в армии, всех родителей сопровождают, друзья родители сопровождают, значит, молодого. А, новобранца, вот как это, правильно? Новобранца, детская новобранца. Да, ну это, да, но Бакум, Бакум, это как действует система. Его привозят в какое-то место, там стоят автобусы военные. Вот, его сажают, там, мамы плачут, и это, и это, все, так, и церемония. А потом их привозят в некоторый пункт, который называется Бакум. Бакум переводится в Басис, Клита, У, Миюн, я думаю. А именно... База приема и распределения мобилизации. Правильно, потому что там делают все изначально, то есть все, у меня есть какие-то привитки, эти, рост, вес, не знаю, глаза, там все. Печатки пальцев, то, север, пятое, десятое. И там же уже распределяют, к кому куда. Вот, это называется Бакум. Это очень важное место. Поэтому шары и Бакум, это как бы ворота в новую жизнь, скажем. Окей. Ну хорошо, кто на связи читал? Сейчас Тимофей, по-моему, читал? Да. А ты, Аня? Да. Это, я скажу, Машигейну. Не понял, где это? А, ну хорошо, только прочти заглавие. Зрикат хисун бешарей абакам. Как бы прививка, прививка при входе вот в эту базу новобранцев. Ну да, только я хочу сказать предварительно, чтобы был понятен смысл тем, кто, может быть, нас будет слушать. До этого обсуждалась статья, вся история, ну как бы, то, что Йосеф возвращает всякими вот этими вот такими странными действиями, которые он делал, туда-сюда, Бениамин, все. Все это было ради того, чтобы они, как бы, грубо говоря, братья раскаялись. И в конце концов, значит, ну не хэппи-энд, но что-то типа этого. Да, когда он им признается и говорится, что я Йосеф, все. И вот здесь подводится как бы итог, для чего вся была вся эта история. Вот здесь как бы сейчас будет как бы такое резюме. Зачем вообще нужна, зачем Всевышний, скажем так, сделал все. У него рассуждение, у него еще он рассуждает на тему свободы выбора и божественного выбора. Да, 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 да. То есть, Йосеф, он говорит, это типа не вы меня сюда отправили, это сам Бог меня послал. Так получается, они не виноваты ничем, раз Бог послал, или они все-таки виноваты, если послали. Там идут рассуждения вот эти вот на эту тему. Где тут божественное, так сказать, проведение, а где там человеческое решение. Так, это Мешагейна, Мешагейна, Мешагейна. Да, там Маши и Гану, это просто Иган. Так, после того, как мы, видимо, подошли, прибыли. Да? Так, после того, как мы подошли. Акара, как к знакомству, к признанию. Не Акара, звучит осознание. К осознанию, что Лакро, как это, что, как бы, что не только суть, как это, приговора, ну как бы приговора об изгнании. Ну да, не только приговора об изгнании, а еще что. Акара, однако, гамадерех, это путь, как вот, утвата, это типа... Ну, то есть и стратегия, и тактика. Не только само, сама Гзера, сам приговор божественный, потому что евреи нам берут, но и путь, по которому к нему идут в эту самую договору. А, вот вата, алиады, а, аж, гаха, али, нет, это, в общем-то, что-то такое установление. Что такое твай? Твай, какое-то установление или как это? Не, не, подожди, что такое слово твай? Тоже какое-то то ли... Нет, ну подожди, что такое твай? Вот твай, ашета, ху, там и суба. Что такое твай? Я не помню, что было у нас такое. Твай, твай. Есть несколько слов, синонимы, ну или близкие по смыслу. К слову, например, «дорогах». А, ну направление, я говорю, какое-то направление какое-то. Давайте скажем, самое простое слово «дерах», правильно? Ну, окей. Потом есть слово «маслуль». Маслуль – это проложенная дорога. Солель – это прокладывает дорогу. Это, по-моему, из книги Шаэлла написано, там эти народы, смотрите, Солель – компания, одна из первых государственных компаний израильства, которая занимается строительством как бы государственных больших, и правильно называется «солель боне». Солель – прокладывает боне строй. Вот это вот «маслуль». А еще есть слово «твай». Вот «твай» – это, как это по-русски было, по пересеченной местности, правильно? Вот этот вот «твай», «твай» – это вот это направление. Но в данном случае, почему это сказано у «твита», потому что я думаю, что у «твита» – это не то, что взяли, привелокли трактор или там железнодорожные машины, и они вот трамбуют и делают шоссе. Тогда бы это был «маслуль». А «твай» проложена в том смысле, что она как бы ментально проложена. Всевышний проложил ее в качестве некоторого принципиального плана. И поэтому это называется «твай», потому что Ашгаха не занимается строительством шоссе, но она занимается тем, что Ашгаха – матва. Она прокладывает туда, потому что она прокладывает туда. Проложен туда не только предопределение, но и дорога туда, к ней, к ней, к этой дороге, она проложена руками божественного предопределения. Да, проведение, да. Так, за Каим. За Каим, а мы имеем право. Мы вправе, да. Спросить Мадуа, Невхар, Давкана, Тиф и Саримзе, а мы вправе спросить, а почему же избран путь страданий? Ну, как бы, почему туда надо идти через страдания? Ну да, то есть мы поняли и первое, и второе. Мы поняли, во-первых, что должны были спуститься в Египет не просто так. То есть голод – это некоторая ситуация, которая была создана. А идея была в том, что евреи должны были оконсидеть. Поняли. Раз. Второе. Теперь нам еще тоже мы поняли из всего, что и вся история с Юсефом Дуратними – это тоже не просто так, грубо говоря, а что в этом тоже есть проведение сделано. Тогда мы вправе задать вопрос. Послушайте, ты нам доказал, ты в смысле Всевышний, ты нам доказал, что ты все сделал. Мы вправе спросите, а зачем ты так сделал? Вот это, по-моему, это вопрос, который ставил канал Параду. Кстати, натив – это натив. О, кстати, натив – это тоже натив. Я, кстати, добыл. Это одно из, опять, синонимов. Мы сказали «дерех», «маслуль», «твай», а еще есть натив. Правильно. Натив – вот известно, если вы знаете из истории Израиля. Так, думаю, шоа шува лаках не уца, без акато крат, 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 але вшелі года, бе не умно, не умно, не умно, не умно, а гадоль, бе петах парашат вейгаш. Правильно. Кажется, похоже, что ответ на это воткнут. Это его любимый. Ну, вот тут укоренен, в смысле, да, или как-то типа этого. Он находится, содержится в крике души ягуды, который он как бы… Нет, тут здесь это не душераздирающим, а сердце раздирающим. А, сердце раздирающим крики ягуды, бе на уму агадоль, его там в великой речи, как его речи в начале парашат вейгаш. Да. И брат твой поручился за юношу, перед отцом моим говоря. Если не привезу его к тебе, не приведу его к тебе, буду я виновен, лави перед отцом моим, все дни и дни мои. Ну, да, то есть это крик души ягуды, потому что это именно то, что говорил Яков. То есть ягуда-то выступал так очень конкретно, правильно, и как разводящий, правильно? Вот ситуация оказалась, что вообще опять провал. Он не представляет, как он может вернуться к Якову и сказать, что вообще получился прокол, просто не может себе этого представить. Поэтому у него вот этот душераздирающий крик, который здесь называется сердцеваздирающий. Окей? Взаимное поручительство, которое присоединяется... Ну, смотри, которое вообще, говоря, образовалось, которое сделалось. Знаете, кто такой ЦУРЭФ? Кто такой ЦУРЭФ? ЦУРЭФ – это ремесленник, который делает украшения. Поэтому ЦРФУ – это то, что вот спаивается. Поэтому здесь как бы это, я не знаю, выпаялось или выкристаллизовалось. Что-то вот на тему делания прочного, соединения, понимаете? Я знаю, что ЦУРЭФ – это вступить в какую-то группу там в социальных сетях. Это тоже такое, есть только СТАФМ, ЛЭЙЦ ТУРЭФ, правильно. ЦУРУФ МИКРИМ – это случайное совпадение, например. Но это все, что вот так вот соединяется, понимаешь? Но вот здесь вот НИЦРЭФА – это именно в этом. Потому что есть такое выражение НИЦРАФ БЭТОДАА, а именно, что это укрепилось в сознании. Вот это слово ЛЭЦРЭФ – это вот такое вот жесткое соединение. Значит, вот это взаимное поручительство, которое присоединяется к испытанию вот этого Мессерут-Нефишку, как бы самопожертвованию ради Бен-Ями. Преданности. Ну, преданности. Пожертвования. ЛЭЦВАДУТ и ИЦВАДУТ ИЦСФЫ АЛЛЯ ХЭФ как бы приводит к признанию Иосифа перед братьями. То есть они вот эту вот самопожертвованию приводят к тому, что он им открывается под наконец-то, да, получается. Ну, этот крик, потому что этот крик его как бы достал, все, он понял, что это вот эта та точка кипения, да. Афха перевернула. Афха перевернула. Но превратилась в фундамент национального здания. И делает возможным выживание... Только не делает. Афха перевернула. Это два существительных. И возможность выживания. Отличная возможность выживания народа Израиля в галуте, в египетском галуте и в остальных галутах, которые последуют за ними. Сто процентов правильно. Да? Окей. Башарей бикам бикул. Вот это бакум. Это опять бакум. Башарей бакум. Шельгалут мисраем. Умет кивьяхоль. Рофе. Коль басар. Умафлила асот. Мазарик. Мазарик. Вкалывает. Вкалывает. Ну, так по-русски говорят. Впрыскивает, вкалывает. Делает укол. Ну, конечно, делает прививку. А, делает укол, да. Да. Так. Мы что-то слово как прочитаем. Врадея. Вредим-вредим. Это вена. А, вадея шель мишпахат яаков. Это... Несиюф. Это противо чего-то. Как это? Типа сыворотка. С у меня написано сыворотка. Да, сыворотка. Правильно. Сыворотка. А, рывут. А, отдадить. Ну, такой поэтический... Отдадить. Отдадить. Да, да, да. Значит, во вратах, можно сказать, этой базы. Призывного пункта, скажем, да. Призывного пункта. При входе в египетский галут. Да. Будто бы стоит вот это вот Рафея Шель Басара Мафлила асот. Благословение после туалета. Ну, да. Руфея Коль Басара Мафлила асот. Врачеватель. Все плоти и исцелители, и творители. Ну, да, да, да. Мафлила асот. Да, да, да. Так. И, как бы, чтобы сделать прививку в этой самой вены, в кровь семьи Якова для того, чтобы это вот сыворотку, просто сыворотку. Ну, да. Ну, как бы идея понятна. Высокий слог, но идея понятна. Да. Окей? Так, теперь Тимофею. Хорошо, переходим к Тимофею. Давай. Давай. Так. Вот здесь вот, да, где точечка. Я чувствую, я не встречал это слово. То есть я, может быть, понимаю его, но он, по-моему, оно не очень употребляется. На сиюг Зе. Ну, вот это сыворотка, да. Может быть, сейчас они уже не спустят. Амахиль. Амахиль бутухо. Хайдаке. 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 Махала шель нека. Кин'а. 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 Ве сана. Син'а. Кин'а. Ве сина. Да. Зависть и ненависть. Да. Ну, и что за слово на сиюг Зе? Вот эта вот сыворотка, которая содержит что? Содержит. Амахиль бутухо. Амахиль бутухо. Которая содержит, ну, микробы, наверное, правильно? Сыворотка содержит как бы то, чего она приобревает. Ну, да. Микроколичество. Болезни какой? Болезни зависти и ненависти. Ну, правильно, да. Да. Итнашут. Итнасут. Высокомерие. Итнасут. Ве пирут. Да. Махсен. 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 Готов, 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 готовятся ему. Ну, да. Так. Да, давай. По закручению их. Ну, сейчас разберём. Ну, вот, это вот сыворотка, которая содержит в себе микробы, болезни. А дальше она впечатляется какой? Ненависть, ненависть, высокомерие и раздрая. Перут – это раздрая. Разгильдяйство. Ну, не-не-не, не разгильдяйство. Именно разобщение. Перут – это разобщение. Есть и Кут, а есть Перут. Вот Перут – это разобщение, правильно. Дальше. Мехасен – это Гуфа Леуми. Ну, вылечивает, наверное. Не, ну, прививает. Прививает. Прививает тело, скажем так, до костей БМЦУ. Нет, подожди, БМЦУ с помощью. Да, с помощью. Ну, Итмудэду противостояния, скажем, да? Или вызов, как угодно, да, Итмудэду противостояния с чем? Всех, кто… Нет, всех кризисов. То есть против чего этот Хисун? Вот этот вот Хисун, да, который в себе содержит против этого, 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 всех классных плохих вещей, которые проявились в отношении между Юсефом и братом. Он, Мехасен, он прививает народное, как бы, тело, да, с помощью БМЦУ, Итмудэду, Имо, да, с помощью противостояния Ему. То есть братья Юсефа, Юсеф и братья, они столкнулись, противостояли всему перечисленному, да, болезни чего? Кина, Сина, Итмудэду и Перут. Вот они со всем этим столкнулись. Кстати, всего этого сталкивания выработался этот самый, сыворотка, которая содержит вот все эти плохие, как бы, маркивим, все эти плохие части, да. Да, и дальше этому ГУФУ делается Хису, перечисленному все это делается, да, дальше. БМЦУ, это с помощью вот этого, как бы, сыворотки, да, противостояние с чем? С кризисами и раздравами. Да, которые еще, которые готовы ему, в смысле, ну, вот этому ГУФУ. ГУФУ, ГУФУ. Ну, вот разобрались, да, дальше. РАК. РАК АТА, ЛАЙХАРШЕ, ХУШЕЛЬ БЕЙТЬЯКОВ, ШЕХУШАЛЬ БЕЙТЬЯКОВ, ВЕНИЦРАВ, ИТОХ, ИСУРИМ, АГИМ, БЕМИХАН, АРАВУТ. Ну, хорошо, давай переведем, РАК АТА. Только теперь. Правильно, ЛАХАРШЕ, ХУШАЛЬ. Что, как? ХУШАЛЬ, это закален. Что, как закалился дом Якова? После того, как он закален, ну, как бы, правильно, ШЕХУШАЛЬ, ЛАХАРШЕХУШАЛЬ, после того, как вот закален БЕЙТЬЯКОВ, да, ВНИЦРАВ, МИТОХ, ИСУРИМ, ИНИЦРАВ, в смысле, вот, он, спаян, скажем так, скажем, да, ИЗАПА, по причине чего? То есть, что его сделала ХУШАЛЬ, и что его сделала ЦАРУВ? Его сделали вот эти ИСУРИМ. Да, многие страдания. БЕМИФХАН, АРВУТ. В ИСПЫТАНИЕ ВЗАИМОПОЛУЩИЕ. ВЗАИМОПОЛУЩИЕ. И все эти ИСУРИМ, они были на тему, на тему, для того, чтобы выработать вот этот АРВУТ ДАТИТ. Готовность друг за друга, друг за друга встать, горой, пожалуйста. Да. ЯХОЛЬУ, так вот, теперь после всего этого, когда он что? Когда он ХУШАЛЬ, и когда НИЦРАВ, тогда что? ЯХОЛЬУ, и УУ, это пример. ЯХОЛЬУ, ЛИСОТ. ЛАСЭТ. ЛАСЭТ. Да. ПАНАФ. ЛАЛО, ХЭТ. МОХЭЭХ. Да. МОХЭЭХ. КАШХАТ. КАШХАТ, да. ГАЛУТ. Да. ВЕЛАДАЭТ. КИЕХОЛЬ, ИУХАЛЬ. ЛАБЛИ, ШЭТИТ, ПОРЭР, АУМА. Ну, у нас сейчас, как бы, чем дальше, тем у нас эти самые, музыка растет выше, выше, выше. У нас слог становится все выше, у нас, как бы, заканчивается статья. Но, БСЭ, мы разберем это. Вот после того, как он закалился, и ХУШАЛЬ, и НИЦРАВ, да, и у них вот этот вот МИФХАН АРУТ прошел дальше. Теперь дальше, вот этот ГУФ, ГУФ какой? БЭК ЯХОВ. Что он может? ЯХОЛЬУ, ЛАСЭТ. Он может нести лицо его. ЛАСЭТ, ПАНАФ, он может просто вынести. По-русски нельзя сказать «внести свое лицо». Он может вынести. ЛАОХЭТ, это такое, я не очень часто, не встречаю. В смысле, он может, типа, сто процентов вынести. Он может без сомнения выстоять. Без страшного. В темнотах – это во встрече или при встрече с чем? При виде как угодно. Хашкат, а ГАЛУТ. Темноты… Темноты и ГАЛУТа. ГАЛУТа. Надо очень как бы египетские имеется в виду. Для того, чтобы выжать, как бы, идея Ханан-парад, о которой он говорит, что, как бы, перед тем, как спуститься в этот ГАЛУТ, а еще больше-больше египетских, как право всех остальных ГАЛУТов, надо было пройти вот эти вот испытания, смысл которых закалиться на тему обоюдного, как мы сказали, Арвуд, взаимопоручительства. То есть это самое главное, это была самая главная проблема Йосефа и братьев. И это, с другой стороны, самое главное лекарство, или вакцина, как здесь говорится, для того, чтобы выжить все остальное. Окей, ну, вот, как бы, такая идея. Велодат. И знать, что сможет. Да, что Яхоль-Юхаль, это как бы точно сможет. И наверняка сможет выстоять, да, ближе… Без разрушения нации. Без того, что развалилось. То есть развалилось – это обратный противоположный Арвуд. Поскольку, грубо говоря, впрыскнули вот эту самую вакцину, да, вот этого Арвуда дадит, то теперь ума она спокойно готова выстоять и голубь Мисаем, и все остальные головы. Ну, как бы, вот такая схема, такая идея. Дальше. Вот, пожалуйста, я вам говорил. Чудесные они… Чудесные дороги проведения, вот, да. Прокладывающие… Правильно, прокладывающие. Вот видите, как раз то, что мы говорили, это как раз… А в данном случае он говорит «Солэлет дэрэх». Здесь уже вот столбит дорогу, да, прокладывает дорогу. Путь преодоления… Путь освобождения. Да. В кавычках, наверное, какой-нибудь, мне это не очень подпишет. В кавычках. Дэрэхла, вор гиудим. Наверное, откуда это слово? Путь преодоления. Переходом. Грубо говоря, пройти освобождение, да. Венифлеум. Венифлеум ассеха, рибаношэ льолам, левошэ эт аммэха. Правильно. И чудесные дела твои, рибаношэ льолам. Да. Спасение народа твоего. Спасение твоего народа. Да. Это название нашей статьи, это было, если вы помните. Правильно? Мага адлума ассеха ашем, да, амхумах шиватеха. Ну, перевод. Мага адлума ассеха. Как возвеличились деяния твои, Всевышний. Глубаки твои замыслы. Глубаки твои замыслы. Глубаки, что трудно их понять. Окей, но тем не менее, ну вот мы докончили эту статью. Правильно, по-моему, так и называли. А, правильно, вот я правильно сказал. Ну, это махшум амхумах шиватеха. Окей? Это к чему это было, напоминаю. Потому что, ну как бы, для этого храм-парада объяснялся, что там есть несколько равадим, несколько слоев. Правильно? Может быть, слой-слой, но чисто как бы бытовой. Что отец сдавал ему всякие признаки его выделения. В смысле Юсефа. Братья ненавидели. Многие объясняют тем, что это был Дин Рудеф. Что, как бы, братья боялись, что он отберет все благословения, которые идут. Ну, то есть, как бы, вот этот вот уровень, понимаете? А с другой стороны храм-парада, он объяснил, что, можно еще представить, что, как бы, тут уровень совсем другой. А то, что вы сейчас в конце его прочитали, это уровень закалить народ Израиля, привив им прививку этих самых взаимного, взаимопомощи через как раз то, что прошел Юсеф с братьем. То есть, после того, как Юсеф с братьем прошли вот эту катавасию, теперь, как бы, народ, он спаян, и второй раз, видимо, такого раздрая не будет. Ну, скажем так, ну, вот так я это понимаю. Окей? Хорошо? Да. Становимся на этом? Ну, все, как бы, саксамея, насколько это возможно. Все, вот, время очень критическое для всех, скажем так, очень сложная ситуация везде, 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 и всюду. Будем надеяться, что все выживут, в том числе Израиль. Все, окей? Как саксамея? Амэн. Счастливо. Значит, говорю сейчас присутствующим здесь, и, видимо, темную запись, мы с Божьей помощью продолжим на занятии после Песока, когда точно сговоримся, после того, что Песок, значит, пройдет с Божьей помощью. И теперь мы переносим это наемо решено в воскресенье. Насколько я помню, мы договаривались на полвосьмого. Да? В 19.30, да, в основном решен, но в этот раз просто там уже будет седьмой день. Да, в этот раз не получится, а в следующие разы, значит, будет, да, на следующей неделе мы уже не будем, то есть это буквально завтра, поскольку мы сегодня как-то занимались, чтобы народ не напрягать. Окей, а через неделю, с Божьей помощью, тогда объем решен в 7.30. Хорошо? В следующей, я же тебе говорю, в следующей неделе. А, тоже не получится. Ну, давайте посмотрим. Хорошо, давайте посмотрим, давайте, да, спишемся. Может быть, мы сможем сделать в другое время, я не говорю уж муссаж, который, по-видимому, всем тяжело. Ну, может быть, мы найдем какое-то время, чтобы не пропускать заметки. Но мы спишемся в Телеграме. Хорошо? Ты говорил, в четверг у тебя есть тоже. Да, в Йомхамиши. Да, да, окей. Хорошо? Да. Все, всем счастливо, пока. Да. Все, всем счастливо.